Продолжение следует... Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Александр Степанович Туранок спешил изо всех сил. Несмотря на возраст и больные суставы, шагал по лестнице через две ступеньки. Скоро начиналась трансляция матча Чемпионата мира по хоккею. Наши против ФРГ. Первая игра сборной. Фу! Прости, Господи. Фу ты! Посмотреть хоккей пенсионер договорился со своим другом Михаилом Стельмахом. Миша, ты дома? Миша! Миша! Миша, что случилось? Дядя Таш, милицию зовите! Быстро! Миша, миша, миша. А вот налет, да еще и с трупом в итоге, настоящее ЧП. На такое преступники решались только, когда речь шла о крупной добыче. Судя по всему, здесь был как раз такой случай. Михаил Стельмах, который был найден в собственной квартире с проломленной головой, известный на весь союз нумизмат. Об этом прибывший на место в опергруппе сообщил товарищ погибшего, Александр Туранок. К слову, тоже заядлый нумизмат. Картину происшествия описал Костя, внук Михаила Стельмаха. Все было очень неожиданно. Трое мужчин в масках ждали у него подъезда. Потом напали, когда я дверь отрывал. Связали. Искали ценности, били. Говорят, конечервонцы. Или на ножи поставим. Так что, у них и ножи были? Не помню, наверное. Понятно. Да. Ну что, братцы, ночь уже. Давайте сведем баланс. Петь, что у нас? Баланс такой, что фирма процветает. Улик на год работы. Одних окурков пять штук. И вот еще бутылка из-под портвейна. Пили с горлышка. Брались всей пятерней. Вы посмотрите, какие пальчики, а? Их бы в учебник. Обязательно проверю по базе. Ну а по телу какие соображения, Семен Семенович? По телу? Эксперт Свириденко рассказал, что предварительный осмотр трупа наталкивает на мысль о насильственной смерти. Череп проломлен. Судя по всему, массивным преспопье, которое валяется тут же на полу. Я думаю, что именно вот это и является орудием убийства. Кстати, на теле обнаружены многочисленные следы старых инъекций. А в ящике стола мы нашли инсулин. Самая интересная находка ждала сыщика в кабинете покойного. Комната была заперта. Пришлось взломать замок. На столе лежал блокнот, исписанный загадочными записями. Боб, 37, 05, 17, 46, Уна, Анна, Жаба, 27, 81, 7, 37. Кликухи какие-то? Ой, похоже. Барабан, большеголовый. А это что за цифры? Может, номера телефона? Восьмизначные? Это тебе что, Нью-Йорк? Нет. Это или какая-то бухгалтерия, или шифр. На. На последней чистой странице крупным почерком было написано. О, а это еще что? Константин, решить вопрос к 31-му. Ну-ка, дай. Костя! А что такое решить вопрос к 31-му? Не знаю. Первый раз вижу. А сегодня 31-е? Уже час, как 1 апреля. Нестор Иванович, а у вас вся спина белая. Райкин, её макарёк, работай! Работай. На следующий день Головин собрал следственную группу для того, чтобы выработать версию произошедшего. Ну что, братцы, какие у вас есть соображения по делу? Дело ясное, что дело мокрое. В общем, они пасли в квартиру, выбрали момент и чпок, и всё. Нет, пасти сложно, там много народа срисуют. Мне кажется, Нестор Иванович, наводка эта. В точку, Толя. Я так думаю, что Стельмаха сдал свой брат Нумизмат, либо кто-то из его семьи. Максимум, ближний круг друзей. А что этот Туранок? Чего его в такое время к Стельмаху понесло? А вот я как раз и общался с этим Туранком. Вот он мне и рассказал, что они ещё днём со Стельмахом договорились хоккей посмотреть. Стельмах ему позвонил прямо из кафе, ему что-то плохо там стало, и он попросил отвезти его домой. А что с ним случилось? Сердце, почки, диабет, там, в общем, целый букет. Тахикардия прихватила. Ну, а что он в кафе делал? Не знаю. Там иногда буржоми бывают, может, из-за этого? Ну, он хотел его проведать вечером и заодно хоккей посмотреть. Туранок, конечно, мог быть причастным к нападению. Но не меньшее подозрение у сыщиков вызывал внук погибшего Костя. Очень подозрительной была запись в блокноте. Мистер Иванович, лично я в совпадение не верю. Вот как это объяснить? Константин, решить вопрос, дата. У меня есть новость, я вам убийцу нашёл. Да ну. Посмотрите, это не первоаприльский розыгрыш. Пришёл ответ из экспертно-криминалистического отдела. Ну-ка давай. Ага. Пришедшие в рекордный срок результаты экспертизы подтверждали, что отпечатки пальцев на бутылке портвейна, которую сыщики нашли в квартире Стельмаха, принадлежат дважды судимому Борису Караваеву, жившему по соседству. Караваев? На два слова. Что творите? Куда же вы, Караваев? Что такие? Поговорить всё равно придётся. Поднимаю. Ну кто такие? Вставай. Ты попутался. Но Караваев оказался крепким орешком. Причастность к налёту отрицал категорически. Ещё раз спрашиваю. Где вы были 31 марта? 31 марта? Катал да без фарта. Поэт? Ёк-макарёк. Отвечайте, Караваев. Мокрое дело на вас висит. Да хорет уфту толкать, начальник. Остынь. Я чист. А языком чесать я не стану. Надо вам. Так сами ищите. Обыск на квартире рецидивиста также не принёс результата. Ничего из квартиры Стельмаха не было обнаружено. Да ничего, Нестор Иванович, пусто. 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 Так, этого в КПЗ, а потом займитесь нумизматическим сообществом Одессы. Я так думаю, что краденые монеты, скорее всего, будут продавать через нумизматов. В общем, проработайте как следует балку. Поначалу проверка балки, так называли рынки, где встречались коллекционеры, ничего не дала. Спустя пару дней сыщикам позвонил Туранок. Он сообщил, что на балке появился какой-то паренёк, который пытался сбыть монеты из коллекции Стельмаха. Вы нам звонили, что-то случилось? Я иду, смотрю, он натирает изумительно сохранённый пятак-кольцевик 1805 года мелкой наждачкой. Ну и что? Как что? Это как хлоркой джаконду чистить. Идиот! Он испортил прекрасную монету. Вот полюбуйтесь. Туранок объяснил, чищены, тем более наждачной бумагой монеты, почти вдвое теряли в стоимости. Но Мизмат купил у пацана монету, а затем, присмотревшись, понял. Это его же бывшая монета, которую он когда-то продал Стельмаху. Ошибка исключена? Абсолютно. Вот смотрите. Две царапины через кольца. Знак приметный. Парнишку показать сможете? Да. Только вы двое не отсвечивайте тут, как рейсер на рейде. У вас же МВД на лбу напечатаны. Тихонечко походили, посмотрели. Все, разошлись. Все, спасибо вам большое. Туранок сдержал слово. На следующий день на балке снова появился тот самый паренек. Здравствуйте. Я вам тут еще монет принес. Прокуратура Одессы, вы задержаны по подозрению в убийстве. Задержанным оказался учащийся ПТУ Игорь Тетерев. Он не раз попадал в поле зрения сотрудников милиции. Хулиганское поведение, распитие спиртных напитков в общественных местах. И вот впервые по крупному делу. У тебя нашли монеты с квартиры убитого человека, убитого в результате налета. Я их нашел в парке. На земле валялись. В парке на земле. Головин ознакомил Тетерева с результатами экспертизы монет. На них не найдено ни следов грунта, ни следов мытья и чистки. Зато полно отпечатков Игоря Тетерева и неустановленного лица. Настоящие нумизматы, Игорь, монеты руками не берут. Они их берут пинцетом или в перчатках, чтобы поверхность не испортить. Эти монеты ты взял в квартире Стельмаха. И меня сейчас не так волнует, был ли ты там, сколько это неустановленное лицо. Следователь напомнил, чистосердечное признание смягчает вино. А тут дело пахнет полновесным сроком. Ладно. Я за него срок тянуть не собираюсь. Тетерев рассказал Головину, что и ограбление, и убийство имитированы. Тот день Костя Стельмах позвонил Игорю и уговорил его срочно прийти к нему. Тетерев был шокирован, когда в доме увидел мертвого деда друга. Он диабетик. Ему с утра хреново было. Прихожу, а он сидит. Ты чего мне сюда позвал? Жмура показать? Нет, придурок, это шанс заработать. Заработать? Каким образом заработать? А вот каким, Игорь. Костя предложил Игорю имитировать налет. Связать его и деда, врезать для правдоподобности, проломать покойному голову и вынести коллекцию монет. Ты придурок. Это же уже практически твои монеты. Сам ты придурок. Дед завещание на музей написал, понимаешь? А здесь монет на тысячу рублей. Вот и смекай, завтра они все тю-тю. Ладно. Давай только быстро. Давай, дуй за ложными уликами. В квартире устроили разгром. Пока Тетерев бегал на улицу собирать окурки и бутылки, чтобы ложными уликами запутать следствие, Костя проломил покойному деду череп пресс-папье. Ты монеты припрячь, пока все не успокоится. А то их искать будет, понял? Давай, вяжи меня. Не учи ученого. Ну что, хук слева или хук справа? Ты не увлекайся только. Аккуратней давай. Не боись. Все будет в лучшем виде. Ну что, братцы? Дело превращается в заурядное. Зря только прокуратуру побеспокоили. Что ж Тетерева-то с монетами так быстро на балку понесло, а? Так похмелье, товарищи, это ж движущая сила мелкого криминалитета. Да. В общем так. Внука Стельмаха под стражу. Караваева отпустите. Бутылку с его пальцами Тетерев принес. Нет у нас на него ничего. Дождемся результат экспертизы, и дело можно потихоньку в суд оформлять. Но данные судебно-медицинской и криминалистической экспертиз развеяли оптимизм сыщиков. Смерть наступила в районе 16-17 часов в результате инъекции инсулина, чрезмерной дозировки. Что привело к развитию отравления и гипогликемической коми. Йок-макарек. Передозировка инсулина – дело, в общем-то, обычное для людей, которым диагноз поставили недавно. И они еще не привыкли самостоятельно точно рассчитывать дозу. Но Стельмах был диабетиком со стажем. И для него передозировка, да еще настолько серьезная, что привела к коме, дело немыслимое. Ошибка была практически исключена. Речь явно шла о преднамеренной инъекции сверхдозы инсулина. В следующие дни ушли на разработку параллельных версий убийства Михаила Стельмаха. Отталкиваясь от установленного времени смерти, сыщики выясняли алиби подозреваемых – Константина Стельмаха и Александра Туранка. Скажите, пожалуйста, когда вы видели последний раз Михаила Стельмаха? В два часа они заходили в подъезд. Я выгуливала собаку. Михаил Ивановичу было плохо. Его заводил товарищ. А когда вышел товарищ? Да сразу же вышел, минуты через три. Ага. Получается… Спасибо вам большое. Особожно. Давай. Получается, Туранка исчезла. Подозреваемых можно исключать. Поясни. Ну, не сходится. Он привез Стельмаха в два часа, а через три минуты он уже выходит. Он бы просто не успел подготовить шприц. Ну, логично. Логично. Ладно, пошли. Шприц, которым делали инъекции инсулина в 70-х годах в СССР, не похож на современные инсулиновые шприцы. Перед инъекцией его необходимо было стерилизовать, кипятить минут сорок, затем охладить и высушить, продувая поршнем. Это еще четверть часа. Плюс набор препарата и, собственно, инъекции. Туранок не мог сделать смертельный укол своему другу, даже если для этого все было подготовлено, он бы просто не уложился по времени. Петь, вот скажи мне, как специалист-криминалист, вот сколько могло пройти времени от начала инъекции до смерти? Трудно сказать. Эксперт рассказал Головину о симптомах отравления инсулином. От чувства голода и учащенного сердцебиения на первой стадии до онемения пальцев, слабости, судорог и комы. Процесс медленный, иногда длится до двух суток. Да хоть утром могли уколоть. Тем более, по словам Туранка, в кафе у Стельмаха был приступ тахикардии. Сыщики выяснили, что последние две недели Стельмах старший просил в долг деньги и продавал мебель из квартиры. Это показалось странным следователю Головину. Известный нумизмат не был бедным человеком. На квартиру известного в Одессе нумизмата Михаила Стельмаха совершено разбойное нападение. В результате хозяин убит, внука Константина пытали. Из дома пропала коллекция редких монет. В ходе следствия выяснили, что ограбление инсенировал внук, он же проломил голову своему деду. Но экспертиза показала, что старик умер не от удара по голове, а от передозировки инсулином, который он колол себе уже много лет из-за диабета. Кое-что прояснилось после беседы с Туранком. Туранок рассказал, что Стельмах звонил ему в тот день с утра. Переживал. Сказал, либо пан, либо пропал. Решился, мол, намекал, что это будет исполнение мечты. Ага. Посмотрите внимательно. Это монеты, изъятые у Тетерева. Может быть, здесь чего-то не хватает? Это будет зацепка для следствия. Выдем на участника сделки. Ну вы что, ребят, даете? Это даже не коллекция. Разменная монета. Тут серьезному коллекционеру даже показывать нечего. Как не коллекция? Миша был серьезный коллекционер. Россия, 19 век. Германия, Британия. Ну это так, побочная. А Россия была роскошной. А где же она теперь? Мы ничего такого-то у него не нашли. Где он коллекцию хранил? Никто не знает. Вот к себе в кабинет он никого не водил. Может, там? Сыщики проверили кабинет с помощью спецтехники. Металлоискатели зафиксировали присутствие металла в днище шкафа. Вынув их, сыщики обнаружили тайники с лотками для монет. Практически все пустые. Петя, дуй за трунком. Он знал коллекцию из Тельмаха. Пусть посмотрит, чего не хватает. В сейфе оперативники обнаружили главную часть коллекции покойного нумизмата. Собрание редчайших монет Российской империи 19 века. Если я не ошибаюсь, это Павел, это Александр Первый, Николай. Ничего себе! Местор Иванович! Кого? А, вот и Туранок. Здравствуйте, Александр Ситаревич. Приглашенный в качестве специалиста Туранок определил, из зарубежной коллекции из Тельмаха не осталось почти ничего. Да тут же ничего не осталось. Золотые фридерс-доры, ни одного Уна, Боб. Стоп, 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 стоп. Вы сказали, что за Уна, что за Боб? В записной книжке из Тельмаха, помнишь? Да, да, да. Уна, Боб, Большеголовый, Анна, Жаба. Кто это? Это не имена, это не клички. Это жаргонное название монет. Ах, вот оно в чем дело. Анна, Жаба. Один рубль. 1737 год. Ага. Уна, 5 фунтов, 1839 год. Очень редкая золотая монета. С аукциона уходит за 10 тысяч фунтов. Боб, шиллинг недорогой. 10 тысяч фунтов. Ёк-макарёк. Естер Иванович, гляньте, под комод закатилось. А ну, что это? Скажите, а что это? Ну-ка, ну-ка, боже мой. Это невозможно. Константиновский рубль. Редкий? Алмаз Орлов редкий. Редкий. Это уникальная монета. Визждок ее. Угу. После смерти императора Александра I на трон должен был взойти его брат Константин. Ему даже успел присягнуть будущий император Николай. Дабы угодить Константину, министр финансов изготовил несколько пробных экземпляров серебряной монеты. Но новый император от престола отказался, и рубли с его изображением стали проявлением крамолы. Официально считается, что было от Чеканина только пять экземпляров таких монет, две из которых находились в СССР, в Эрмитаже и Государственном историческом музее. Современная оценочная стоимость монеты – 200 тысяч долларов. Туранок сразу заявил, что монета не настоящая. Это точная копия, современная, искусственно состаренная. То есть вашему другу кто-то липу втюхал? Что же это получается? Ну, Мизмат стал жертвой обмана. Селимху кто-то подсунул фальшивый рубль, на который он потратил все, что у него было. Еще и деньги занимал. И когда обнаружил, что рубль фальшивый, покончил с собой. Так? Ну, я бы не стал отбрасывать версию убийства Стелимха как свидетеля. Деньги большие. Надо найти того, кто этот рубль ему подсунул. Я дико извиняюсь. Самое странное. Знаете что? Что? Я за минуту распознал. Так Миша бы на расстоянии трех метров отключил фальшак. То есть вы хотите сказать... Да, ему могли показать настоящую, чтобы он поверил. Но вы говорите, их всего пара, и они оба в музеях. В таком деле, как мумизматика, чего только не бывает. Но на фуфло Миша никогда бы не клюнул. Спустя 11 дней после убийства Михаила Стельмаха, следственная группа под руководством Головина получила данные судебно-химического анализа. В заключении, как и в отчете судмедэксперта, указывалось, что у погибшего зафиксирована передозировка инсулина. Кроме того, в его крови обнаружено наличие барбитурата, а именно фенобарбитала. Барбитурата – это группа довольно серьезных психотропных веществ. Таким образом, получила подтверждение версия убийства нумизмата. Не исключена была попытка и отравление. В ответ на запрос одесских сыщиков, столичные коллеги составили список лиц, которые имели доступ к планетам. Таких людей оказалось трое. И только у одного из них не было алиби на момент преступления. Никита Кубицкий, Москва, реставратор. Именно в эти три дня он был выходной. Как ни крути, а мне в Москву лететь. Ну что ж, хоть в музее побываю в кое-то веки. Все, как говорится, пора в путь дорогу. По данным экспертов, поддельный рубль изготовлен из серебра путем чеканки по поддельному штемпелям. В Государственном историческом музее версию одесского следователя приняли в штыки. Система охраны была настолько строгой, что тайно вынести экспонат было совершенно невозможно. После вашего запроса мы проверили монету. Уверяю вас, она подлинная. Повторю, вынести ее тайно из зала невозможно. Ну, допустим, тайно невозможно. А в каких случаях монета может покидать зал музея официально? Музей она с войны не покидала. Из зала выносят. Это связано с реставрационными работами. Это здесь же, в мастерских. Кубицкий в течение марта-апреля брал монету в реставрационную мастерскую трижды. 26 и 28 марта и 2 апреля. А почему так часто? Монета-то вроде в порядке. Кубицкий частое изъятие монеты с витрины объяснил рабочим процессом. Есть график 26 микроскопия, 28 обработка консервантами, у второго контрольный исмотр и смывка реагентов. Чего спрашиваете? Скажите, товарищ Кубицкий, а вы в Одессе давно были? На что мне? Я в Сочи езжу. В Одессе лет шесть не был. А где вы были 31 марта? На свидания ходил. А имя девушки где живет? Да, сам не знаю. Познакомились в ресторане, договорились встретиться, она меня продинамила. Головин сомневался в искренности реставратора. Спасибо большое. До свидания. Теперь самым логичным шагом была бы проверка. Необходимо опросить нумизматов Одессы. Появлялся ли Кубицкий на балке, вступал ли с кем-то в контакт. Но коллекционеры, напуганные недавним делом нумизматов, на контакты с милицией шли крайне неохотно. Лишь один из завсегдатой в балке, Моисей Коган, рассказал оперативникам, что недавно в Одессе появился интересный варяг. Человек в нашем деле явно новый. Такой лох-лох он. Но монеты у него серьезные. Угу. Скажите, это он? Не, тот посолили. А писать вы его сможете? Постараюсь. Толя, попробуй набросать фоторобот. Со слов Когана составили фотопортрет. Личность загадочного варяга без труда опознали ветераны розыска. Это был знаменитый формазонщик по кличке Махно. Так что же у него такая кличка странная? Фамилия у него Махницкий. Махницкий Виктор Андреевич, 22-го года рождения. 7 судимостей. Все за мошенничество. Ничего себе. Да, еще. Мы вот проверили все гостиницы в городе за интересующий нас период. Так вот, в одной из них опознали обоих. Кубицкий зарегистрировался там 30-го марта, а Махно заходил к нему в гости. Потом 31-го марта Кубицкий выселился и в сопровождении Махно из Тельмаха отправился в кафе «Юность», которое через дорогу. Кстати, то самое кафе, в котором около часа дня с Тельмаха забрал Туранок. Но откуда вы знаете, что это был именно в Тельмах? Официанта познал по фотографиям. Да, еще он сказал, что все были с чемоданами. Он деду помог донести один из чемоданов, говорит, что очень тяжелый был. Официант рассказал, что пришли эти трое рано. Людей в кафе еще не было. Не пили, дед на сердце жаловался. Ему друзья даже капли в боржоме капали. Чаевые дали хорошие, сразу видно, люди солидные. Один быстро ушел, точнее уехал на Черной Волге. Те двое немного посидели, пообщались, что-то смотрели, как будто папки. Потом и этот ушел. А дед совсем разволновался. Прилег и вскоре его вдруг забрал. А номер Волги вы сейчас запомнили? Запомнил. Простой номер. 9888. МНР. Как Монгольская народная республика. На квартиру известного в Одессе нумизмата Михаила Стельмаха совершено разбойное нападение. Следователь выяснил, что ограбление инсценировал внук убитого ради коллекции монет. Но самые ценные экземпляры старик прятал. Сыщикам удалось найти в его кабинете редчайшую монету – константиновский рубль. Однако быстро выяснили, что это современная подделка. Кому же удалось обмануть опытного нумизмата и продать ему копию вместо подлинника? Подозрение падает на реставратора Московского музея Никиту Кубицкого и ранее судимого за мошенничество Виктора Махницкого по кличке Махно, который вместе встречались с Михаилом Стельмахом накануне его смерти. Один быстро ушел. Точнее, уехал. А номер Волги вы сейчас его не запомнили? Запомнил. Простой номер. 9-8-8-8. МНР. По базе проверили? Да, так точно. Зарегистрирован ГАЗ-24. Собственник Кубицкий Никита Игнатьевич. Кубицкий Никита Игнатьевич. Ну что ж, ребятки, больше тянуть нельзя. Кубицкого надо брать. Ну что ж, в Москву полетели? Во время обыска дома у Кубицкого в подмосковной Истри сыщики нашли поддельные монеты, материалы и оборудование для их изготовления. Угу. Я мастер от Бога. Из такого хлама монеты к жизни возвращал, не поверите. И за все это 120 рублей зарплаты, да вон, вымпел из-за ударной труд. Терпеть собственную бедность, работая с золотом и серебром, было невыносимо. Начал потихоньку выносить монеты. Не самые ценные запасников. Там еще с войны бардак с учетом. Так что не сильно рисковал. Ну а как же вы выносили? Там же охрана. В пустом корпусе часов. Хитро. Ну а с Махницким как вы знакомились? С Махно оценщик свел с комиссионки. Махно разработал схему идеального мошенничества. Кубицкий, имея доступ к монетам, заменял на время оригиналы редчайших монет дубликатами. Затем Кубицкий и Махно выезжали в провинцию и там проводили обмены. Редкие монеты на менее редкие. Зато настоящие. После того, как ошалевший от удачи покупатель проверял оригинал музейной монеты, Махно незаметно менял ее на заранее припасенную копию. И что? Никто в милицию не пожаловался? Вы что? Это же статья. Незаконные валютные, дураков нет. Ну а Константиновский рубль? На Константина целились давно. Я рубль взял на профилактику, повез его в Одессу. Там Махно старика уже пас. Махно прикармливал Стельмаха, сбывая ему по дешевке интересные монеты. Когда старик вошел во вкус, началась классическая формазонская разводка. Формазон или формазонщик. Так в криминальной среде называли мошенников, которые специализируются на фальшивых драгоценностях. С нумизматом они встретились в кафе. Приветствую. Прошу любить и жаловать Никитам. Здравствуйте. Никиту Махно представил как внука старого музейщика, который после войны колесил по Германии и собирал трофеи. Где-то раздобыл и эту монету. Рубль 1825 года. Дедушка рассказывал, что после войны много из фондов пошло на лом. Особенно серебро, золото. Но некоторые монеты он все-таки припрятал. Так что это как бы считается кражей. Я бы спросил об этом никому, хорошо? О чем речь? А на монеты можешь взглянуть? Спасибо. Где-то чуть Кондратья не хватил. Отпаивали корвалолом. Ну начались торги, сошлись на сорока тысячах. Я забрал деньги и свалил. Ну а Махно? Он начал потрошить дедову коллекцию. Они как бы в складчину покупали. Вот и надбивал свою долю. Брал все, что хочет. Рубль я в мастерскую отнес, потом в музей. Вот все. Да не все, Кубицкий. Махно этого вашего. Где искать? Я не знаю его местонахождение. Он сам выходит на связь. В нужный момент телеграфировал, говорил, что сделать. Я делал дубликат, выезжал. Сам он ко мне один раз только приезжал. Недели три назад. Я привез нам водку, сало, лимонад. А что-то из привезенного осталось? Лимонад в холодильнике остался. Я сладкого не люблю. Саша, проверь. Есть. Ты смотри, колокольчик. А ваш Махно гурман. Такого продажи днем с огнем не найти. В 70-х годах прошлого века в СССР выпускался широкий ассортимент безалкогольных газированных напитков. В народе их называли общим словом «лимонад». Наиболее распространенными были «ситро», «дюшес», «буратино». Кроме массовых партий «лимонада», ряд местных фабрик производил собственные сорта напитков, из которых наиболее престижным и дефицитным был «колокольчик». В свободную продажу он почти не поступал. Реализовывали его через закрытые буфеты или из-под полы. Штамп на этикетке напитка довольно размыт. Но мы проявили надпись. Это штамп вокзального буфета города Козятино. Наши коллеги из Козятино установили интересующую нами личность. И он таки действительно проживает в городе. Зовут Устиновым Петром Емельяновичем. В определенных кругах хорошо известен как почтенный агент-экспедитор УкрКОАПТОРГа. Посмотрим на это лицо. Поехали. Да, работа идеальная. Командировки, начальство мало. И нужное знакомство. Да, и дефицит всякий. Кому грибов, кому лосятины. В гостинице духи. Буфетчик сам шоколадку. А взамен буфета распределить или все, что хочешь. Я смотрю, вы никак оба работу решили сменить? Никак нет, не срываюсь. Мы бескорыстные служители закона. Да, бескорыстные. Як макарек, я вам дам. А вот, кажется, мы и приехали. Да, вот здесь он и прописан. Родимый. Смотрим. Мистер Иванович. Махницкого опергруппа застала за садовыми работой. Гражданин Махницкий? Ошибаетесь, товарищ. Я Устинов Петр Емельянович. Какая-то ошибка произошла. К чему цирк, Махно? Вас видели в Одессе. Вас опознали на балке, в гостинице. А самое главное, вас видели в кафе со Стельмахом. Покойный. Не знаю никакого Стельмаха. Не был в Одессе. И чепуха какая-то, товарищ. Мистер Иванович, ну лопата стоит. Она не земля свежая, так? Ну? На огороде один сорняк. Не вышел же он на субботник. Откуда ты знаешь? Учистя дача. Я там с весны до осени не разгибаюсь. Но мы тут осмотримся. Когда оперативники взяли лопату и направились в сад, Махно внезапно побледнел и замолчал. Осмотрев сад, сыщики нашли под грудой старых веток и листьев свежевскопанную землю. Здесь Махно оборудовал свой тайник. Мистер Иванович, взгляните. Махницкий, пройдемте. Яг Макарек. Уна и Лев, Шиллинг, Фридрихс Доры. Это же монеты из коллекции Стельмаха. Откуда они у вас? Махно. Не мое. Не знаю. На допросах Махно держался дерзко. Ознакомившись с результатами экспертизы, которая подтвердила наличие его отпечатков пальцев на монетах из коллекции Стельмаха, он все же признался, но только в эпизоде с Константиновским рублем. Остальные аферы отрицал категорически. Ты мне делай, не шей. Кроме Константиновского рубля ты на меня ничего не повесишь. Ну, хорошо. Оставим на время ваше мошенничество. Поговорим вот об этом. Это результат экспертизы, которая показывает наличие фенобарбитала в крови покойного. А вот это показания свидетеля. Он видел, что вы что-то капали в стакан с водой с Тельмаху. А это уже убийство. Ты на понт меня не бери, начальник. Деда я не убивал. Я ему свой корвалол отдал, чтобы он там на месте не скопытился. Я сам сердечник. Загляни в карман. Саша, уведи его. Да говорю тебе, сердечник. А вы меня в камере маринуете. Сердечник. В этот момент пришли результаты экспертизы. Полученные данные делали предположения сыщиков о возможном убийстве с помощью фенобарбитала сомнительным. Оказывается, что корвалол может оставлять следы фенобарбитала в крови. Что касаемо дозы, то сказать наверняка, была ли она настолько большой, чтобы привести к смерти или к осложнениям при приеме инсулина, невозможно. Ну что ж, убийцу мы так и не нашли. Зато в Москву съездили за казенный счет. И то хорошо. На суде версия прокуратуры выглядела так. Когда Стельмах понял, что его обманули с монетой, он покончил с собой, ведя себе огромную дозу инсулина. Жизни без потерянной коллекции он не мыслил. Обвинение в покушении на убийство с Кубицкого и Махно было снято. Равно, как и с внука Михаила Стельмаха Константина. Впрочем, ответить по закону пришлось всем. Кубицкого и Махницкого признали виновными в хищении государственной собственности в особо крупных размерах. Незаконных операциях с валютными ценностями и мошенничеством. Жулики получили по 13 лет с конфискацией имущества. Что до константиновского рубля, его и сейчас можно увидеть в экспозициях Эрмитажа и Государственного исторического музея. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Покурим? Когда мы уже твои сигареты курить будем? Помогите! Кажется, там. Побежать. Мужик, ты что наделал? Поздним вечером 20 мая 1974 года у собственного дома была жестоко убита подполковник милиции, бывший старший следователь Лидия Ивановна Ветрова. Женщину нашел ее муж. По его словам, на тот момент она уже была мертва. Убийство сотрудника правоохранительных органов немедленно поставили на особый контроль. Вести дело поручили следователю прокуратуры Семену Ивановичу Градскому. Когда Градский прибыл на место происшествия, там уже работала оперативная группа. Версию ограбления исключили сразу. Сумочку жертвы не тронули. Золотые украшения тоже. Вы уже закончили? Здесь, да. Что можете сказать? А что говорить? Посмотри сам. Умерла от потери крови. Разорвана сонная артерия надвое. Время смерти установили? Час. Час-полтора назад. Получается, около десяти. Ладно, пульт позвонили в пять минут одиннадцатого. Значит, ее обнаружили практически сразу после убийства. Интересно. Есть версии, чем убили? Ну, сейчас сказать трудно, но гарантированно ни ножом и ни бритвой. Скорее всего, какой-то специальный инструмент. В виде крючка. Крючка? Да. Так, крючок сначала оттыкнули в шею, потом выдернули и перервали артерию надвое. Рисовать примерно сможете, как выглядит? Ну, попробую, но не гарантироваю, что не ошибусь. Ну, где-то такого вида. Как-то так. Спасибо. Еще что-то? Да. На плече пятно с бурыми украплениями. Похоже на клей с кровью. Точнее, скажет экспертиза. Экспертиза утром не на стол. Само собой. Ну, носите, ребят. Что у вас? Пока не густо. А поконкретней? Покойно обнаружил муж, сразу бросился к ней. Ну, естественно, все затоптал и запачкал руками. Да, его можно понять. Клозабором нашли кучу окурков. Свежие, все одинаковые. Кто-то ее долго ждал. Наверное, убийца. Пальчики. Пока нет. Может быть, будут. На окурках должны были остаться. Сделай, пожалуйста, побыстрее. Я на вас жаловаться буду. Где ваш начальник? Вас спрашивают. Да послушайте же вы меня. Я действую по инструкции. Мне нужно вас опросить по протоколу. Следователь прокуратуры Градский, Семен Иванович. Вы, я так полагаю, муж убитый? Да, муж. Муж убитый. У меня горе. А он? Ни стыда, ни совести. Семен Иванович, я действую по протоколу. Не мог же я не опросить главного свидетеля. Он со мной, как с подозреваемым говорил. Как будто я убил Лидочку. Хам! Не дай бог тебе такое испытать. Пойди помоги соседей опросить. Вы что, выпивали? Что? Да нет. Вы про запах? Я был у стоматолога. У стоматолога? Геннадий Алексеевич, а вы всегда так поздно возвращаетесь домой? Нет, нет. Я работаю преподавателем истории в училище физической культуры. В 60-е годы, согласно директиве правительства, во всех республиках Советского Союза открыли республиканские училища физической культуры, где растили Олимпийский резерв. Будущие чемпионы постигали спортивную науку, начиная с 6-го по 10-й класс, на полном пансионе государства. Общеобразовательные предметы входили в программу обучения, но сдача нормативов всегда считалась важнее контрольных по школьным предметам. Попасть в такое училище – большая удача. Даже если не складывалось с большим спортом, выпускников с распростертыми объятиями принимали в любой вуз страны. Единственное условие – приносить в казну вуза золото и серебро на районных, городских, областных и межвузовских спортивных соревнованиях. Я обычно в 8 часов уже дома. Сегодня задержался. Стоматолога был. У нас в училище свой. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, я это все уже рассказываю. Ну, можно опросить меня завтра? Можно и завтра. Но чем быстрее мы выясним все детали, тем больше шансов найти убийцу. Поэтому лучше поговорить сегодня. Скажите, откуда возвращалась ваша жена? Где она была? С работой, наверное. Она работает преподавателем. Училище милиции. Она часто задерживалась после работы? Не сказал бы. Хотя, последние две недели она частенько начала запаздывать. Приходила после 9 часов. Возможно, она что-то скрывала от вас. Вы имеете в виду, изменяла ли она мне? Нет. Я доверял Лидочке, как себе самому. К себе самому. У дома кого-нибудь видели? Нет. Никого. Последний вопрос. Как вы думаете, может ли быть убийство вашей жены связано с ее работой? Да не знаю я. Не знаю я. Одно вам могу сказать, что за последние 4 года, после того, как Лида покинула должность старшего следователя и начала работать преподавателем, врагов у нее новых не появилось. Но могли появиться старые. После того, как были проведены все экспертизы, следствие располагало двумя уликами. Первое – небольшое количество медицинского клея БФ-6 с небольшим количеством крови. Однако клей мог попасть на плащ жертвы и не в момент убийства. А вот вторая улика была значимой. На окурках, найденных у дома жертвы, как и предполагал криминалист, были отпечатки пальцев. В то время электронных баз данных еще не было. Чтобы сузить область поиска, для начала отпечатки сравнили с пальчиками тех, кто побывал под следствием у Ветровой и недавно вышел на свободу. Так у следствия появился первый подозреваемый – Дмитрий Равенко по кличке Ров. Дмитрий отбывал трехлетний срок за кражу. Год назад он вышел и вернулся в Киев. Коллеги Ветровой показали, что на допросах Ров не раз грозился отомстить следователю. Семен Иванович, смотрите, кого мы нашли. Прямо под носом у нас был. Равенко объявили в розыск, но неожиданно для всех он оказался в местном вытрезвителе. Своё отсидел, говоришь? Да. Ну-ну. А что ты делал 20 мая с 9 до 10 вечера? Не помню. А что? Так я напомню. Очень много курить вредно. Особенно под чужими заборами. Что ты делал у дома следователя Ветровой? Не гулял, а что? Небо в решето. Убили её. Как? Очень просто. Или не просто. Это ты, Номровенко, расскажи, просто было убить или нет? Подумай, ты сами себе её убил. Я бы уже из города свалил. Чего у меня здесь сидеть? А ты просто не успел уехать. Напился на радость. Да и попал в вытрезвитель. Да послушайте, я как из зоны откинулся. Я уже год как не пью. На работу устроился. На машину коплю. За ум взялся. Да, я был в тот вечер у дома Ветровой. Но сидел не за ней, а за её мужем. Зачем? Мне моя девушка Марина Прохорова сказала, что уходит к другому. Вот я и захотел узнать, кто этот другой. Этим другим оказался Ветров. Я решил пригласить ему, что если не он станет Маринки, жене его сдам. По словам Равенко, в день убийства он пришёл к Геннадию Ветрову на работу. Как раз к окончанию занятий. Но тот спешно сел в свой автомобиль и уехал, даже не обратив внимания на Дмитрия. Стой! Фару поймал. Сказал водителю, гони на Волгоградскую. Приехал. Ждал его. Равенко утверждал, что когда подошёл к дому Ветрова, там ещё никого не было. Дмитрий подумал, может Геннадий заехал в магазин или ещё куда. Поэтому решил подождать. Как долго ты пробыл у дома Ветровой? Минут сорок, может, час от силы. Значит, примерно до половины девятого. Что было потом? Потом поехал домой на метро. Там, кстати, перепрыгивал через турникеты. Меня ваши же и повязали. Писал объяснитель, но можете проверить, у меня алиби есть. Проверим. А вы, трезвитель, после метро попал? Да, напился. Решил пойти к Маринке и извиняться, прощения просить. А она с ухом то вызвала. Опять же, можете проверить. Проверим. Попрыгунчик. Пиши. Алиби Равенко подтвердилось. Когда он перепрыгнул через турникет, работница метрополитена вызвала дежурного милиционера. Разразился скандал. Равенко забрали в отделение. Там он пробыл с девяти до половины одиннадцатого. Как раз в тот временной отрезок, когда была убита Ветрова. После того, как следователь исключил Равенко из числа подозреваемых, Градский решил перепроверить показания супруга убитой. Ранее Ветров заявлял, что в момент убийства жены находился на работе. Но Дмитрий Равенко рассказал, что видел, как Геннадий ушел с работы гораздо раньше. Также Градскому предстояло выяснить, действительно ли между Ветровым и Мариной Прохоровой был роман. Градский отправился в училище поговорить со стоматологом, у которого Ветров был в вечер убийства жены. Товарищи, кто с острой зубной болью, без очереди, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Уделите мне пару минут. Конечно. Вы позволите прийти? Да, конечно. Минуту. Есть версии, о чем убили? Скорее всего, какой-то специальный инструмент. Очень похожий на крючок. Скажите, пожалуйста, а что это у вас за инструмент? Это стоматологический крючок. Крючок? А в последнее время у вас случайно не пропадали такие крючки из кабинета? Точно сказать не могу, но все на месте, кажется. 20 мая к вам приходил пациент Геннадий Ветров? Дайте подумать. Я ему сделал один зуб. Он пришел около семи, кажется. А когда ушел? Я ему поставил одну пломбу, и потом его срочно позвали к телефону. И после этого он к вам не вернулся? Нет, я еще подумал, что что-то случилось. В тот день его жену убили, кажется. А вы почему интересуетесь Геннадием? Вы его в чем-то подозреваете? Нет, что вы. Просто необходимо выяснить все подробности. Спасибо. До свидания. Вот этот инструмент, ретрактор, по мнению эксперта, вполне мог служить орудием убийства. В день убийства жены Ветров был в кабинете стоматолога. Следовательно, мог незаметно стащить такой крючок. После визита к стоматологу, Градский вызвал Ветрова к себе. Мне непонятно. Что еще вы хотите от меня услышать? Во дворе своего дома в 10 вечера жестоко убита подполковник милиции, бывший старший следователь Лидия Ветрова. Тело обнаружил ее муж Геннадий. Мужчина утверждал, что вернулся домой сразу после лечения у стоматолога. Сыщики установили, что муж убитый соврал. От врача он ушел в 7 вечера. Алиби у него не было. Следователь выяснил, что орудием убийства стал зубной ретрактор. Градский предположил, что именно Геннадий Ветров мог украсть из кабинета врача стоматологический крючок и убить Лидию. Причина – молодая любовница, на которой пожилой мужчина хотел жениться. Мне непонятно, что еще вы хотите от меня услышать? Правду, гражданин Ветров, где вы были после того, как уехали из училища? Я же вам говорил уже. Я был у стоматолога, а потом поехал домой. А вот ваш стоматолог утверждает, что вы пробовали у него всего лишь 30 минут, а потом ушли. Только я пока не знаю, куда. Из здания училища вы вышли в 7, у меня есть свидетель. А дома появились только в 10. Вот и объясните, где вы были эти три часа. Мне надо было отъехать по личному делу. Марина Прохорова имеет отношение к этому личному делу? Откуда вы знаете? У меня работа такая. У вас не роман? Затянувшаяся интрижка. Вы понимаете, как это бывает. Вместе встречались, потом расстались, потом не виделись долго. А недавно случайно встретил ее, и я опять закрутилась. Закрутилась? Это она звонила вам, когда вы были у стоматолога? Зачем? Понимаете, я не собирался из-за Марины бросать жену. А статус любовницы ее уже не устраивал. Она позвонила, сказала, что надо срочно встретиться. Я бы не поехал. Но она сказала, что приедет на работу и устроит скандал. Пришлось ехать. Где она назначила вам встречу? Далеко от дома, в парке. Ну и как? Удачно поговорили? Да, удачно. Я ей сказал, что она может рассчитывать только на роль любовницы. Начались слезы, истерики. Сказала, что руки на себя наложит. Пришлось везти домой. И что было потом? Ничего. Заехал в магазин, поставил машину на стоянку. Пошел пешком. Это минут 25. Ну, а дальше вы знаете. Любовницу Ветрова, Марину Прохорову, нашли довольно быстро. Она работала в постежерной мастерской на Брест-Литовском проспекте. Девушка была мастером по изготовлению париков. Профессия на то время достаточно редкая. До начала 70-х в Советском Союзе насчитывалось всего 500 человек, которые владели технологией изготовления париков. Позже в крупных городах стали открываться небольшие мастерские, где можно было обучиться изготавливать пастиш, накладные локоны, букли, шиньоны и другие изделия из волос. А также заказать парик. По качеству эти парики не уступали популярным во всем мире корейским и японским. Парики были легкими, весили до 200 грамм и, как правило, натуральными. Дорогое удовольствие. Самый простой парик стоил не меньше 100 рублей. Поэтому клиентами мастерских становились состоятельные женщины, реже мужчины. В своих показаниях Ветров указал, что отвез Прохорову домой. Было это примерно в половине десятого вечера. Равенко пришел к Марине около 11. До этого девушку никто не видел. Градский обратил внимание на то, что от дома Марины до дома Ветрова максимум 20 минут ходьбы. Теоретически, решив Прохорова убить жену своего любовника, у нее была бы такая возможность. Но откуда могла знать Прохорова, что Ветрова в тот день задержится, а Геннадий решит заехать в магазин? Да и была ли вообще Марина знакома с убитой? На эти вопросы предстояло найти ответы. Вы Марина Прохорова? Я. Ну, у меня обед. Там же написано. Я на это и рассчитывал. У меня к вам будет пара вопросов. Задавайте. Вам знакома эта женщина? Нет. А этот мужчина? Нет. Послушайте, все очень серьезно. Речь идет об убийстве его жены. Вы были любовниками, так? Да. Мы с Геннадий уже с осенью вместе. Но он как собака на сене. И сам не ест, и другим не дает. Что это значит? Да то и значит. Мы с Геннадий уже расходились несколько раз. И каждый раз, как у меня кто-то появляется, он тут как тут. А я, знаете ли, тоже гордость имею. И когда в последний раз он пришел возобновлять отношения, я ему сказала, ты бросаешь жену, а я ухожу от Равенко. Ну, он согласился. В конечном итоге я от Равенко ушла. А он все думал, искал, тянул время. В общем, я думала, он мужик, а он тряпка. А он тряпка. Где вы были 20 мая с половины десятого до половины одиннадцатого вечера? Как где? Дома? Кто это может подтвердить? А вы меня подозреваете. Так у меня алиби. Ко мне Равенко пьяный приходил. Милицию пришлось вызывать. Это было в одиннадцать. Вам вполне хватило бы времени, чтобы успеть к дому Ветровой вернуться обратно. Значит так, если у вас есть что мне предъявить, то арестовывайте меня. А если нет, то мне пора работать. Обед закончился. Плечок сначала оттыкнули в шею, а потом выдернули, и чем разорвали артерию напополам. Можно? Пожалуйста. Какое у вас интересное орудие труда. Когда Градский увидел в руках Прохоровой вот этот крючок, то понял, что не только стоматологический ретрактор мог являться орудием убийства. Однако девушка показала, что в тот вечер ей звонила одна клиентка. Было это как раз около десяти. Прохорова проговорила с ней минут пятнадцать. Клиентка позже подтвердила слова девушки, как и распечатка телефонных звонков Марины. Следствие зашло в тупик, а начальство требовало результатов. Что значит нет версий? Да у тебя вагон версий. Бывший зэк, муж-ходок, любовница без алиби. Бывший зэк, скажи мне, Градский, ты почему Прохорову отпустил? Не убийца она. И алиби у нее есть. С погибшей она никак не пересекалась. Так. Я тебя на это дело поставил, чтобы ты улики искал, а не оправдание. Какой дальнейший план действий? Я узнал о старых делах Ветрова. Оказывается, Ветрова была отличным следователем. Но вдруг почему-то увольняется из органов. Так. Ты куда клонишь? Мне это уже не нравится. Четыре года назад Ветрова вела дело о серии Краш. Потерпевшими были в основном люди известные. Актеры, ученые, заведующие магазинов. Ветрова вышла на след главной воровки, Соня Любиной. Девушка работала парикмахером по вызову. Ходят слухи, что Ветрова тянула с арестом Любиной, так как хотела выйти на след всех членов банды. Но в один прекрасный день девушка просто исчезла. И без нее дело, естественно, развалилось. И до суда не дошло. С исчезновением Сони Любиной Ветрова стала очень удобной фигурой, чтобы сделать из нее козла отпущение. Мол, развалило дело и все такое. Ветрова это поняла, и поэтому уволилась с исследовательской работы. И я считаю, что причину смерти Ветровой нужно искать именно в этом направлении. Не туда копаешь, Градский. Ты лучше подругу Ветровой допроси. Почему замужняя женщина возвращается домой ежедневно в 10 вечера? По совету прокурора, Градский встретился с давней подругой убитой. Муж Лидии утверждает, что в последнее время она стала поздно приходить домой. Вы не знаете, почему? Не знаю. Лида заканчивала работу в шесть, а после работы я не могу сказать... Леша, осторожно! Хорошо. Внук? Да, Леша. А может, она встречалась с кем-то в тайне от мужа? Лида? Да нет, что бы. Гений она не изменяла, если вы об этом. Придемте. Да. А странного в последнее низание ничего не замечали? Нет, все как всегда. Хотя, вы знаете, две недели назад был один очень странный случай. Мне нужно было пойти на примерку парика, и Лидочка пошла со мной. По-моему, сел просто отлично. Сейчас увидите сзади. Даша, принеси второе зеркало. Даша! Ну, что ты стоишь, давай. Даша, а вы что скажете? Даша. Сзади великолепно сел. Лида? Лида, ты что скажешь? Лид, ты куда? Ладно. Мне нравится. И это было очень не похоже на Лидочку. Она обычно всегда была такая вежливая, а тут она ушла и даже не попрощалась. Постежурная мастерская, говорите? Да. А скажите, вот эта девушка вас обслуживала? Да, это она, Мариночка Прохорова. Мариночка Прохорова. Поблагодарив Войтенко, Градский отправился прямиком в постежурную мастерскую. Прохоровой в мастерской не было, и следователь решил переговорить с директором. Здравствуйте. Следователь Градский, мне надо с вами поговорить. Присаживайтесь. Внимательно слушаю вас. Жене парик нужен, да? Нет. Мне надо посмотреть личное дело одной вашей работницы. А, понятно. Но вы бы как-то договорились между собой? А то ходите, спрашиваете об одном и том же. А кто уже спрашивал? Коллега ваша. Три недели назад была, вся в погонах, интересовалась Дашенькой. Дашенькой? Да, Дашей Сайко, помощницей мастера. Или вы не о ней хотели спросить? Скажите, эта женщина интересовалась Дашей Сайко? Да, она. По словам директора мастерской, женщина представилась подполковником милиции. Она стала расспрашивать про Дашу Сайко, а потом попросила посмотреть личное дело девушки. А Мариной Прохоровой, она не интересовалась? Нет, только Дашей. Еще и фотографию взяла. Еще и фотографию взяла. Вы мне покажите личное дело Даши. Покажу. Кстати, ваша коллега обещала вернуть фотографию. Но не сделала этого. Пришлось новую заказывать. Вот я тоже возьму. Только верните, пожалуйста. Появление Дарьи Сайко в деле Ветровой стало полной неожиданностью для Градского. Он не мог понять, что могло вызвать столь сильный интерес Ветровой к этой девушке. Сайко устроилась в мастерскую полгода назад, работала исправно, нареканий со стороны мастера и начальства не имела. Однако, когда следователь и оперативник просматривали списки клиентов в мастерской, оперативник обратил внимание, что некоторые фамилии ему знакомы. Оказалось, что все эти люди проходили в качестве потерпевших по серии краж. Воры работали аккуратно, следов не оставляли. Двери открывали дубликатами ключей и брали исключительно деньги и заводские ювелирные украшения. И вот интересный факт. Кражи начались спустя месяц после того, как в мастерской появилась Сайко. Градский решил проверить, есть ли какая-нибудь связь между Сайко и Ветровой. Во дворе своего дома в 10 вечера жестоко убита подполковник милиции, бывший старший следователь Лидия Ветрова. Тело обнаружил ее муж Геннадий. Сыщики выяснили, что у него есть любовница, которая занимается изготовлением модных париков. Но у постежора Марины железное алиби. Следователь Градский выясняет, что убитая Ветрова приходила к директору постежорной мастерской, где работала Марина, но интересовалась женщина не любовницей своего мужа, а помощницей мастера Дарьей Сайко. Следователь Градский обращает внимание на то, что несколько заказчиц париков пострадали от квартирных краж. Ну, рассказывай, что выяснили. Распечатка звонков никаких результатов не дала. Ветрова не звонила Сайко, она ей тоже. Их вместе никто не видел. Но зато за последние две недели Ветрова семь раз звонила в челюстно-лицевую хирургию. Беседовала с главврачом. Ты поговори с этим врачом завтра и выясни, что она хотела. Сделай. И еще кое-что. Когда я изучал распечатку звонков Ветровой, я узнал, что она пару раз звонила в архив. И что? А то, что она хотела бы увидеть медкарту Сони Любиной, которая проходила в деле. И за три дня до смерти была в архиве. Зачем ей медкарта? Сказали, что из-за этого рентгена. Это вы хотели меня видеть? Да. Виктор Захарович, хотел бы вам задать пару вопросов. Да, слушаю. Вам знакома эта женщина? Да. Она звонила несколько раз. Приходила на встречу Лидии Ивановны Ветрова. Что она хотела? Ее интересовали две девушки. Это они? Да, это они. Что конкретно хотела Ветрова? Ее интересовало, могут ли эти две девушки быть одним человеком. Один и тот же человек. Как это? Видите ли, в современной медицине есть такое направление. Пластическая хирургия. Так вот, при помощи пластической хирургии я из этой девушки могу сделать эту. Многие уверены, что пластическая хирургия появилась в Советском Союзе в середине 80-х. Однако пластические операции в СССР стали делать еще до Второй мировой войны. Уже в 40-х к услугам пластических хирургов нередко прибегали актрисы, певицы и жены дипломатов. Лучшей рекламой советской пластики была самая яркая звезда того времени – Любовь Орлова. Именно она ввела моду на подтяжки лица. Разговор с главврачом отделения все расставил по своим местам. Практически сразу после пропажи Любиной в челюстно-лицевую хирургию пришла девушка с паспортом на имя Даши Сайко. Об этой пациентке есть запись в журнале. А вот и медкарта Сайко. В ней значится, что пациентке сделали три операции. Изменили форму носа, подтянули овал лица Эвеки. Таким образом, воровка Соня Любина превратилась в Дашу Сайко. Но преступница не учла одного – можно изменить лицо, но вот голос, манеру двигаться изменить практически невозможно. Когда Ветрова увидела в постежурной мастерской Сайко, то узнала в ней Соню Любину. А главное – могла это доказать. Войдите. Здрасте. Хорошо. Я не понимаю, что я здесь делаю? Я думаю, понимаете. Гражданка Любина. Любина? Вы меня с кем-то путаете? С кем-то путаю. Присаживайтесь. Узнаете? Да, это моя медкарточка. Да. Но имя Дарья Сайко. А это снимок, который мы нашли в этой медкарте. А вот этот снимок мы нашли в карте Сони Любиной. Объясните, почему они похожи, как две капли воды? Вы убили Ветрову, когда поняли, что она узнала вас? Послушайте, гражданин следователь. Это доказывает, что я Соня Любина. Но не доказывает, что я убийца. Вы правы. Вот это доказывает. Мы нашли остатки медицинского клея на одежде Ветровой. С небольшим количеством крови. Экспертиза без труда установит сходство между кровью, найденной на плече Ветровой, и вашей кровью. Так что настоятельно рекомендую воспользоваться правом на чистосоветечное признание. Глядишь, меньше дадут. Ваша взяла. Я убила. Рассказывайте. Четыре года назад, когда Ветрова взяла меня в разработку, первым делом я сделала фальшивый паспорт. Потом придумала план. Три года жила спокойно. Устроилась в жизни, нашла хлебное место. Но тут появилась Ветрова. Ну что ты стоишь, давай. Даш, а вы что скажете? Даш, сзади великолепно сел. Лида, Лида, ты что скажешь? Лида, ты куда? Поначалу я думала, обойдется. Но нет. Марина рассказывала, что к директрисе приходила женщина из милиции. Интересовалась мной. И вы решили убить Ветрова? А что, мне удариться в бега? Она бы с меня не слезла. Клятая была. Би! Би! Где вы раздобыли поддельный паспорт? Поддельник моего брата рисовал. Брал копейки. Я когда со слежки сбежала, попросила поддельника, чтобы он меня хорошо по лицу ударил. Так, чтобы не узнать было. Я вся в синяках, примехонько в больницу и поехала. Как и чем вы убили Ветрову? Крючком для постижа. У Марины стащила, а утром вернула. Повезло вам, гражданин следователь. Если бы не эта чертова царапина, мне и дать вам, сонки Любиной. Повезло. Даша Сайко, хоть и написала чистосердечное признание, не раскаивалась в том, что совершила убийство. Подняли старое дело, где Любина проходила подозреваемый в серии краж, совершенных ею с 68 по 70. Задеянная Сайко, она же Соня Любина, была приговорена к 15 годам лишения свободы. Подельникова она не сдала. И не столько из-за воровской чести, сколько из-за страха. Ведь, сдая на их, эпизодов в ее деле могло оказаться куда больше. Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Эй, ты кто такой? В июле 1978 года в семье начальника отдела сбыта завода Запорожкабель случилось горе. Убили сына. 35-летний Андрей Черняховский жил отдельно, но его тело нашли в квартире родителей. Черняховский старший вместе с женой уехали к морю. Поливать цветы и кормить кота поручили своей домработнице. Женщина и обнаружила труп. Ввиду особого статуса отца убитого, дело под личный контроль взял прокурор области и поручил расследование лучшему следователю Дмитрию Сергеевичу Терещенко. Криминалист Верхотуров предъявил следователю предполагаемое орудие убийства – увесистую статуэтку, которая лежала рядом с телом. Борьба была тут. Я так понимаю, убийца нанес нашему пострадавшему удар в висок. Один удар и все. Финита ля комедия. А из зацепок? Эксперт сказал, что кулаки убитого счесаны. Скорее всего, он успел нанести преступнику несколько ударов. Помял он его. Может, будет группа крови убийцы. Паш, зови ее. Валерия Батюшкина, домработница Черняховских, сообщила, что как только обнаружила труп, сразу позвонила в милицию. Она же и указала опергруппе на то, что сейф в доме открыт. Отношения Батюшкиной с хозяевами были настолько доверительными, что она даже знала приблизительно, сколько там хранилось денег. Минимум 5 тысяч рублей. Вы это откуда знаете? А, так это на квартиру, на кооператив. Павел Павлович хотел купить квартиру для своего сына. 10-15 лет в очереди за жильем. Привычная для советской семьи ситуация. Но люди с деньгами могли ускорить процесс. Они вступали в жилищные кооперативы, брали ссуду на строительство и снова становились в очередь. Ведь обычно количество членов кооператива превышало количество построенных квартир. Ключи от заветного жилья получали через несколько лет, выплатив немалые взносы. При покупке однокомнатной квартиры нужно было выложить не менее 5 тысяч рублей. Около 30 среднемесячных заработных плат. Следователь понемногу выстраивал картину происшедшего. Хозяева уехали к морю. Злоумышленник каким-то образом узнал об этом, думал, что квартира пустая. Но в доме неожиданно оказался сын Черняховских. У него были свои ключи. Вор наткнулся на сына хозяина, завязалась драка, в результате которой преступник убил Черняховского младшего. Вот это главный вещдок дела. Резиновая маска американского президента Никсона. Ее нашли под диваном в гостиной. Домработница Батюшкина никогда не видела эту маску у хозяев. На обратной стороне кровь. Она не принадлежала ни убитому, ни хозяевам квартиры. Из чего следователь сделал вывод. С этой маской пришел преступник. Ну что там, Олег? Ну что? На завке, видимых, повреждений нет. Похоже, преступника был оригинальный ключ или качественный дубликат. Возможно, возможно. Есть вариант, убитый сам его впустил. Может, знакомы были? Следователь знал, что криминалисту удалось найти несколько оттисков подошв. Пока работала опергруппа, и в доме то и дело ходили туда-сюда люди, находку стерек участковый. А что, есть какая-то приметная обувь? Да, обычная обувь. Сандалии. Размер 42-43. Откуда знаешь? Все очень просто. Четко видны буквы М, А. Макеевка. Фабрика обувь на этом. Не густо, не густо. Вы кто? Я Диана Андрюшина. На пороге стояла невеста убитого, Диана Гуляева. Три часа назад ей и родителям Андрея Черняховского сообщили о случившемся. Ну, там люди работают. Пойдемте на улицу поговорим. Невеста убитого рассказала, что накануне они с Андреем повздорили, и он пошел ночевать к родителям. А из-за чего повздорили? Да, пустяк. Мы на съемной квартире живем. И постоянно, как в гостях. Во двор заехала в Волга родители убитого. Жигули Гуляевой перегородили дорогу, и Черняховский старший не мог проехать. Черт. Машину плохо поставила. Это ваша? Да, никак не освою. Андрюшина родители. Терещенко заметил, что мать убитого своим поведением показала Диане, что это их общее горе. А вот заводской начальник держался сухо. В сторону Гуляевой даже не посмотрел. Следователь попросил у родителей несколько минут внимания. Он хотел прояснить ситуацию с найденной маской и открытым сейфом. Иди сюда, тлипни от нее. Скажите, у вас в доме была маска? Какая маска? Резиновая, с длинным носом. Слушайте, как вас там, следователь? Терещенко. Следователь Терещенко. Мы, извините, по маскарадам не ходим. А сейф? Сейф вы закрывали перед тем, как уехать? Нет, я его открытым оставил. Там деньги, рабочие бумаги, конечно, закрыл. Он сейчас пустой. Что? Что значит пуст? А код от замка на сейфе, кроме вас, кто-нибудь мог знать? Черняховский старший сказал, что этого не знает даже его жена. Квартиру ограбил и убил вашего сына тот? Чуть-чуть. Ну все, 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 все успокоилось, все. Кто знал, что дома никого нет? Кто-то из своих. Вы кого-то подозреваете? Да. Да я не подозреваю, я уверен. Муж нашей домработницы. Может быть. Значит, может быть. Я в этом уверен. Записывайте, как его. Жорик, Жорик, Жорик. Георгий Батюшкин. Георгий Батюшкин. Это Георгий Батюшкин. Пять лет назад его осудили за квартирную кражу. Недавно он освободился. Супруга Батюшкина работала домработницей в доме Черняховских. Уже много лет семья ей доверяла. Понимая, что с такой биографией ее мужу будет сложно устроиться на работу, она уговаривала Черняховского старшего взять его на завод на любую должность. Батюшкина призналась, что опасается, что муж опять возьмется за старое. В последнее время он стал пропадать ночами, возвращался утром с деньгами и продуктами. А днем отсыпался. За пять дней до ограбления Черняховский старший поддался уговорам и встретился с мужем домработницы. Работы для Батюшкина у него не было. Павел Павлович считал, что уже делает большое одолжение, общаясь с бывшим заключенным. Жорик, ты на себя в зеркало давно смотрел? Какая работа! Ты голову помой, что ли, умойся! Зубы ставь, что ли! И сандалии эти сними вонючие! Глядишь, и работа приплывет! Все сказал? Да пошел ты, Павел Павлович! И вы представляете, вот эта вот бандитская рожа берет окурок, перед моим лицом тушит его об свою сандалии и говорит, Павел Павлович, да пошел ты! Я вам точно говорю, это Леркин зэк! К бабке не ходи! Ты говоришь, может быть, может быть! Я уверен, это Леркин зэк! Вы говорите, сандалии? Ну да, сандалии вонючие, как... Не знаю, что! Сандалии. Размер 42-43. Следователь помнил, что на месте преступления остались следы сандалий. Жена Батюшкина подтвердила, муж носит такую обувь. У него, по сути, другой и нет. У вас всегда были ключи от квартиры Черняховских? Нет. Они только когда на море уехали, то оставили мне. А ваш муж об этом знал? Батюшкина не рассказала мужу о ключах, но тот знал, что хозяева собираются уезжать. А где вы храните сумочку? Ну да, вот здесь обычно нахватишь. Понятно. Вы говорили, что он около шести приходит. Сейчас шесть-пятнадцать. Вы его никак не предупредили, а то очень странно. Дмитрий Сергеевич. Тихо. О, приветики. Эй, эй, эй! Эй, эй, эй! В чем дело, а? Ни за что меня начальник задержали. Ну ни за что. Батюшкин протестовал. Его задержали ни за что. В квартире Черняховских он никогда не был. С Павлом Павловичем встречался во дворе у подъезда. И вообще с преступной жизнью завязал. Завязал? А жена твоя говорит, что ты по ночам пропадаешь. А, батюшкин? Я сортирую мою. Что? Что слышал, начальник. Я второй раз повторять не буду. Батюшкин рассказал, что три месяца не мог найти работу. Кто-то намекал, а кто и прямо в лицо говорил, связываться с уголовником не хочет. Поэтому пришлось согласиться на грязную работу, чистить фабричные туалеты и душевые. Смена у рабочих начинается в 7 утра. К этому времени все должно быть вымыто. Поэтому и работал по ночам. Я и жене своей ничего не говорил. Потому что не по масте мне сортиры мыть. Так ты и не уйли, батюшкин. А почему твой участковый не знает, что ты на работу устроился? Потому что официально дружок мой там работает для трудовой. А по факту я ключи дежурный мне дает без проблем. А что я там в сортире сопру? Обмылки что ли? Он же мне харчи подкидывает. Следователь понимал, что фабричный сторож вряд ли подтвердит алиби батюшкина. Ведь это будет означать, что он нарушал порядок и выдавал ключи постороннему. Виновность или невиновность батюшкина должны были доказать две экспертизы. Первая – следы. Они действительно были от таких же, как у батюшкина, сандалий. Но на месте преступления был оттиск тех частей подошвы, которые на обуви мужа домработницы уже стерлись. Свои сандалии он носил еще до срока. Ну и самое главное – на резиновой маске, в которой, скорее всего, был убийца, кровь второй группы. А у батюшкина – третья. Новая версия появилась у Терещенко, когда к нему пришла мать убитого. Скажите, это ведь не батюшкин убил. Правда? Правда, не он. А вы откуда знаете? Черняховская сказала, что подозревает другого человека. За несколько дней до ограбления она стала свидетелем неприятного эпизода. Супругу рассказала, он меня, как всегда, дурой назвал. Ну, вы к черту Черняховского. Я его уже больше 30 лет терплю. Женщина вспомнила, что дней за 5-6 до ограбления к ним домой приходил Артем Близнюк. Это подчиненный Павла Павловича. В квартире начальника отдела сбыта завода «Запорожкабель» найден мертвым его сын Андрей Черняховский. Под подозрение попадает ранее судимый Георгий Батюшкин, муж домработницы Черняховских. Мать убитого решилась рассказать следователю о странной встрече, которая произошла у Черняховского-старшего незадолго до убийства сына. Женщина вспомнила, что дней за 5-6 до ограбления к ним домой приходил Артем Близнюк. Это подчиненный Павла Павловича. Артем? Нет? Ну, нет, значится нет. Когда Черняховская зашла в гостиную, то увидела мужа и Близнюка возле открытого сейфа. Ей показалось, что Павел Павлович что-то туда пытался положить, а Близнюк схватил его за руку. Муж вам как-то это все объяснил? Нет. Это не в его стиле. Людмила Васильевна, то, что вы говорите, немного странно. Чтобы подчиненный так вел себя с начальством... Ну, это ему раньше надо было лебезить. А сейчас-то зачем? Не понял. Черняховская сообщила, ее муж выходит на пенсию. Близнюк узнал это, и его отношение к Павлу Павловичу тут же изменилось. Подождите. Как на пенсию? Ему же всего... 60. Все это удивило следователя. Черняховский руководил элитарным отделом завода. Его сотрудники проводили больше времени в заграничных командировках, нежели дома. По собственному желанию покинуть такой пост фантастика. Пенсионный возраст для мужчин в СССР начинался с 60 лет. Но так рано на заслуженной, как его называют отдых, уходили немногие. Целое десятилетие Политбюро, высший партийный орган страны, показывало своим примером, что годы ответственной работе не помеха. Шутка ли, средний возраст советских правителей достиг 70 лет. Перелом наступил в 77-м. Брежнев принудительно отправил на пенсию председателя Президиума Верховного Совета СССР Подгорного. История с отлучением Подгорного стала негласным сигналом для руководителей разных рангов. Возрастных управленцев стали понемногу задвигать, что повлекло за собой большие кадровые перетасовки. В деле появилась новая фигура. Артем Близнюк. Он работал заместителем Черняховского. И судя по всему, в сейфе уходящего на заслуженный отдых шефа была очень важная для него бумага. Следователь активно включился в разработку этой версии. И в первую очередь из-за найденной на месте преступления маски. В Союзе это была диковинка. Представить, что карикатурное изображение президента страны, пусть даже чужой и враждебный, может появиться на прилавках советского магазина невозможно. Да и магазинов с такими сувенирами не было. Близнюк мог купить эту маску только за границей во время одной из своих командировок. Найти Павла Павловича и расспросить о происшествии возле сейфа следователь не смог. На работе директора не было. Поэтому Терещенко решил не терять времени и встретился с Близнюком. Большой у вас кабинет. Так на четверых рассчитан. Толик Слонь заболел, Андрюша убили, его батя Павел Павлович на пенсию уходит. Считай, что уже ушел. Близнюк рассказал, что после того, как стало известно об уходе шефа на пенсию, за кресло Черняховского началась война. На него претендовали и руководители других отделов и даже директора других предприятий. Наш директор считает, что возглавить должен кто-то из отдела, кто-то молодой. Мы и клиентов знаем, и продукцию. Ну, это все понятно. Артем Михайлович, а что у вас произошло в доме Черняховского? Его жена застала вас у сейфа, а потом сейф Павла Павловича обчистили. Надо объясниться. Раньше я вам ничего не сказал, но сейчас бумага попала в обком. Так что секрета нет. Проходи, Артем, проходи. Близнюк рассказал, что 10 дней назад Черняховский старший неожиданно пригласил его к себе домой. Я ухожу из отдела. Павл Павлович. Вот не надо делать грустное лицо. Ты знал об этом месяц назад. Более того, ты чудесно знаешь, что рассматривается твоя кандидатура и то, что вопрос практически решен. Но я сейчас тебе покажу то, Близнюк, чего ты не знаешь. Черняховский открыл сейф и достал оттуда бумагу. Он держал ее в руках и показывал Близнюку издалека. Вот эта бумага, Близнюк, вот эта вот твоя смерть. Ты понял? Почитаем? Да. Интересно. Итак. Черняховский зачитал докладную записку от советского торг-представителя во Франции. Там было сказано, что Близнюк получал от заказчиков ценные презенты и даже валюту. Близнюк, ты систему знаешь? Если вот это вот попадет директору завода, тебе кирдык. Понял? Отдайте. Что значит отдайте? Что значит отдайте? Пять тысяч. Черняховский сказал, что отдаст эту бумагу за пять тысяч рублей. Кстати, и отдел тоже твой. Ну, а нет, сам знаешь, что дальше. Близнюк сказал, что вопрос о его назначении уже решен. Кандидатура согласована на самом верху. Ничего платить он не будет. Пять тысяч. Близнюк, пять тысяч. Нет? Ну, нет, значится нет. мальчики. А вот и чай. Проходи, Артем, проходи. Ну, время показало, что я ошибся. Черняховский старший отправил бумажку в обход директора в обком. И что потом? Выйди погуляй. На следующий день в кабинете Близнюка появился директор завода. Он выставил Анатолия Слоня за дверь. Что ж ты, Тема, такой дурак? Расстроил ты меня, Тема? Директор сказал, что наверху Близнюка больше не рассматривают в качестве замены Черняховскому и рекомендуют обратить внимание на сына Павла Павловича Андрея. Еще один кандидат Анатолий Слонин. Да ты хоть понимаешь, что теперь отдел будет либо за сыном Черняховского, либо за этим недоразумением. Вот и все. Следователь слушал Близнюка и при этом рассматривал полки кабинетного стеллажа. На них красовались заграничные трофеи, пивные банки, тарелки с названиями городов, статуэтки и фотографии. Такой отдел профукали. Вас я узнал. А это Черняховские. А четвертый кто? Толик Слонин. Я вам говорил, он заболел. Следователь Тереченко обратил внимание на то, что профиль Слоня был неестественным. Выделялся длинный нос. Артем Близнюк сказал, что это не его нос, а маска. Во время заграничной командировки Слонь купил себе сувенирную резиновую маску Никсона. Когда увидел эту фотографию, у меня все похолодело. Кровавая маска Никсона на месте преступления и Слонь в маске прямо под носом. Опер уполномоченный Ужвий аккуратно заметил, если на фото есть Черняховский старший, значит он с самого начала знал, кто убийца. Гони, дорогой, гони, гони! Анатолий Слонь жил в частном доме. Входная дверь была открыта. Когда сыщики вошли внутрь, посреди комнаты обнаружили труп хозяина. Не успели. В доме царил полнейший беспорядок. Что-то искали. Следователь предположил, что это дело рук Черняховского. Сначала он убил Слоня, а потом стал искать украденные из его сейфа деньги. Вызывай судмедэксперта и криминалиста. Будем брать Черняховского. У подъезда дома сидела жена Черняховского, Людмила Васильевна. Она сказала, что мужа нет. Когда будет, не знает. А я гуляю в квартире, оно страшно. Людмила Васильевна, ваш муж с самого начала знал, кому принадлежит Маска. Она сотрудника его отдела Слоня. Толика? Не может быть, он бы вам сообщил. Не сообщил. Слонь мертв. Если вы знаете, где сейчас Пал Палыч и скрываете, будете считаться соучастницей. Соучастницей чего? Следователь сообщил, что он подозревает Черняховского старшего в убийстве Анатолия Слоня. Подумайте хорошо, где он сейчас может быть? Не знаю. Может быть, на кладбище. Он собирался к Андрюшеньке на могилку. Людмила Васильевна, а какие у него с сыном были отношения? Черняховская сказала, что Андрей был гордостью отца. Павел Павлович продвигал его по работе, всему научил, помог с полезными знакомствами, видел в нем своего преемника. Преемником? А вот тут что-то не сходится. В каком смысле? Терещенко уже не стал рассказывать, что за неделю до убийства сына Черняховский вызвал к себе близнюка и был готов продать ему компрометирующую бумагу за 5000 рублей. То есть между деньгами и карьерным продвижением сына он выбрал деньги. Дмитрий Сергеевич, идет. Задерживаем. Гражданин Черняховский, вы задержаны по подозрению по подозрению в убийстве. Черняховский не упирался и не скандалил. Он задал следователю один короткий вопрос. Догадались? Фотографию слоня увидел в маске. Жаль, что поздно. Не хотел, чтобы вы грех на душу брали. А можно без проповедей? Без вас тошно. следователь предъявил Черняховскому доказательства, которые говорили о том, что именно он расправился с убийцей своего сына. Алиби у вас нет. В доме слоня ваши отпечатки. Он убил моего сына? Я убил его. По-моему, все честно. Может, это по совести, но не по закону. Слышишь, ты, да плевал я на твои законы, понимаешь? Плевал. Это вы здесь ковырялись несколько дней. Я как узнал, что преступник в маске был, сразу понял, кто это. И никакое решение суда меня не устроит. Слышишь? Никакое! Не могу его простить. Не могу! Это же вы в его доме все перерыли. Нашли свои деньги? Нет, не нашел. Вот вам лист. Пишите. Что писать? Все пишите. И чисто сердечное признание. Ладно. Черняховский писал и параллельно с этим рассказывал. Связку своих ключей он хранил в кабинете на видном месте. Скорее всего, слонь снял слепок. А с кодом там вообще просто. Он часто бывал у нас дома, мог его просто подсмотреть. Да и кода там того. Мой день рождения. 2-1-0-5. Пока Черняховский давал признательные показания, в деле случился неожиданный поворот. Нашел. Что там? В доме убитого слоня нашли тайник. Сотрудники милиции надеялись обнаружить в нем украденные из сейфа деньги, но их не оказалось. Единственная вещь, которую прятал в тайнике Анатолий Слонь, была книга Льва Шувалова «Автомобиль Жигули». В найденной книге обнаружили клочок бумаги. На нем цифры 2-1-0-5. Это код замка на сейфе Черняховского. Интересно, что написан он не рукой убитого. Это установили даже без графологической экспертизы. Следователь предположил, что у преступника был информатор, который и написал ему эти цифры. Продвинуться в поиске сообщника помогла первая страница книги. Это телефон человека, который полгода назад продал машины «Жигули». А покупателем автомобиля стала будущая невестка Черняховских Диана Гуляева. Виктор Викторович Фокин, бывший хозяин «Жигулей», жил в Днепропетровске. Он рассказал, что полгода назад решил продать машину. Сказал об этом друзьям. Те передали своим знакомым. Так до Запорожья видать и докатилось. Мне оттуда мужичок позвонил. Я его не знал. Договорились встретиться, машину глянуть. Этот покупал? Следователь показал Фокину фотографию Андрея Черняховского. Нет, не этот. В квартире начальника отдела сбыта завода «Запорожкабель» найден мертвым его сын Андрей Черняховский. Целью преступника, который проник в квартиру, был сейф. Как ему удалось быстро подобрать код, следствие понять не может. На месте преступления сыщики нашли резиновую маску американского президента Никсона. Похоже, Черняховский старший, как только увидел маску, догадался, что сына убил его подчиненный Анатолий Слонь, который привез сувенир из-за гран-командировки. Отец успел раньше сыщиков и учинил над Слонем самосуд. В доме убитого Слоня нашли клочок бумаги с кодом от сейфа Черняховского Старшего. Этот покупал? Следователь показал Фокину фотографию Андрея Черняховского. Нет, не этот. Да как же. Машина на Диане Гуляевой это жених ее покойный теперь. Не он. Фокин отлично помнил день, когда Диана Гуляева приехала к нему в гараж. Не одна, с мужчиной. Тот дотошно осматривал автомобиль. А будущая хозяйка Жигулей все это время молчала, вопросов не задавала. А как выглядел мужик Гуляевой? Такой прикинутый, солидный, рубашечка накрахмаленная и немолодой, лет 60 ему. этот? Да, этот. Что ты за нее хочешь? Шесть. Слышь? Посмотри сюда. Пять. Бывший хозяин машины опознал в покупателе Черняховского старшего. Получалось, что у Павла Павловича был роман с невестой сына. Я так понимаю, ремонт и обслуживание за вами? Ну, ты правильно понимаешь. Держи. Это что? Мужик толково пишет. Я ему еще вот эту книгу Шувалова отдал. А то мужика Жигулей никогда не было, только Волги. Он мой телефончик прямо книжку и записал. Мол, позвоню, если что, сломается. Терещенко пытался прояснить картину происшедшего. Для этого он встретился с Людмилой Черняховской. Людмила Васильевна, расскажите, ваш муж, может, совсем не вовремя, в общем, у вашего мужа была другая? Была. И вы знаете, кто это? Нет. И не хочу знать. Я... Черняховская рассказала, что несколько раз замечала. Муж привозит из загранкомандировок женские вещи. Платье, белье, туфли. А как вы поняли, что это не вам? Вещи были для молодой девочки. А я уже почти бабушка. Может, это невестки? Нет, он... Мой муж ее не любит. Да, и не встречались они еще тогда с Андрюшей. Следователь выяснил, что у Черняховских все шло к разводу. Но когда Пал Палыч узнал, что его отправляют на пенсию, все изменилось. Он стал проводить вечера дома, ходить с женой в театры на концерты. Душевная равновесие нарушилась, когда сын решил познакомить родителей с невестой. А когда появился вариант с покупкой квартиры для Андрея, и вовсе вскипел. Потом все же поддался на уговоры жены и пообещал взять из сейфа 5 тысяч и отдать сыну. Следователь заметил, что в этом деле уже несколько раз фигурировала одна и та же сумма – 5 тысяч рублей. За эти деньги Черняховский купил любовнице машину, столько же должен был отдать за квартиру сына, и такую же сумму он требовал у своего заместителя в обмен на компромат. Павел Павлович, я встречался с Фокином, у которого вы жигулей покупали. И с женой с вашей общался, и с близняком, замом вашим. И что? Я все знаю про ваши отношения с Гуляевой, которая потом стала невестой вашего сына. Бредишь? Следак. Пусть войдет. Терещенко очень хотел поставить точку в этом деле, поэтому решил провести очную ставку и вызвал Диану Гуляеву. Присаживайтесь. Гражданка Гуляева, расскажите, как вы приобрели автомобиль и о ваших отношениях с Павлом Павловичем Черняховским. Диана не стала скрывать, у них был роман с Черняховским-старшим. Полгода назад она захотела купить себе машину. Деньги попросила в долг у любовника. Тот согласился. А потом я познакомилась с сыном Павла Павловича и полюбила. Ты полюбила? Да ты хоть умеешь любить? Это все бред. Как только она узнала, что меня выталкивают на пенсию, тут же переключилась на сына. И это же надо иметь такую наглость, чтобы претендовать еще и на квартиру. Коператив ей подавай! Черняховский сказал, что его жена, после того, как поняла, что он тратит деньги на любовницу, стала вникать в семейные финансы. Она знала, что в сейфе хранится 5000 рублей и настаивала на том, чтобы муж помог сыну с покупкой квартиры. А что вы улыбаетесь? Что по-вашему я мог сделать? Рассказать ей о том, что я потратил 5000 рублей на машину для ее будущей невестки, да? Черняховский встретился с Гуляевой и пробовал уговорить ее вернуть машину или деньги. Даже шантажировал. Не расскажете, Павел Павлович. Это интересно, почему? Сын не простит, и жена тоже. Останетесь на пенсии один, никому не нужны. Так что, собирайте деньги на квартиру. Все? А я пошла. И вот тут вы поняли, что в тисках. Сказать жене, что денег в сейфе нет, не можете. И денег за квартиру внести тоже. Вот вы и решили инсценировать ограбление собственной квартиры. Следователь Терещенко, тебе бы романы писать. Фантастические. Гражданка Гуляева, вы свободны. Вы свободны, гражданка Гуляева. А Павлу Павловичу я кое-что покажу. Это что? Черняховский старший долго не признавался в том, что именно он инсценировал ограбление собственной квартиры. Следователь предвидел такое развитие событий. Ведь согласись, Черняховский с этим тогда он признает, что косвенно причастен к смерти сына, который случайно оказался в родительском доме и столкнулся с грабителем. Терещенко достал ключевой вещдок. Записку с кодом от сейфа. Ее нашли у псевдограбителя Слоня. А написана она рукой Черняховского старшего. Когда криминалист увидел дату на чистосердечном признании, он заметил, что цифры 1 и 5 написаны специфическим образом. Так же, как и на записке с кодом. Графологическая экспертиза подтвердила, рука одного и того же человека. Черняховский перестал отпираться и стал давать показания. Давай, 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 проходи. Черняховский рассказал, что позвал к себе домой Анатолия Слоня. В свое время его как-то привлекали в отдел в качестве переводчика. А Павел Павлович взял его на полную ставку полноценным сотрудникам. Поэтому Слонь был ему обязан. Дальше. Вот это кодовый замок. Сюда смотри. Запоминай код. Два. Один. Ноль. Пять. Открываешь. Код запомнил? Да. Ну да, ты запомнишь. Давай ты лучше запишу. С тебя останется счастье. Черняховский знал, что Слонь – человек рассеянный, поэтому написал ему код на клочке бумаги. А затем, понимая, что в доме будет работать милиция, вытащил из сейфа книгу о «Жигулях» и отдал ее вместе с запиской. Павел Павлович, а что с лицом делать? Меня выше соседи видели. Спрячешь лицо! Черняховский признался, что он сам предложил Слоню надеть маску Никсона. Ведь пошутил же. А этот, Малахольный, принял за чистую монету в ней и пошел. А убили вы его за что? Чтоб он никому не рассказал? Знаешь, он хоть дурак, но не идиот. Что, ненормальный признаваться кому-то в убийстве? А что тогда? При встрече Черняховский не обнаружил у Слоня и намека сожаления о случившемся. Да ты хоть бы извинился! Ты же Андрюшку моего убил! Идиот! Тот, казалось, был даже рад смерти сына Павла Павловича. Кому скажешь, все равно никто не поверит. Молчи, теток! Молчи! Ты понял меня? Молчи! Я-то молчать буду. Вот вы подсуетитесь. Что? Скажете своим обкомовским знакомым, что у вас есть хороший кандидат на роль руководителя. Хорошо, скажу. Слушай, а что это у тебя там, а? А! Да он же специально Андрея убил! Что ты смеешься? Следак! Он же его специально убил! Уводите! Павла Павловича Черняховского приговорили к 10 годам лишения свободы. На 8-м году пребывания в колонии он скончался. За все это время к нему никто не приезжал на свидания. В начале 90-х завод, на котором работали фигуранты этого дела, стал банкротом. Продукция, которую выпускали на предприятии, морально устарела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова